Всем привет! Меня зовут Виктория и я рада видеть вас на моем канале. Сегодня хочу поотвечать на вопросы тега. Видела я его, то есть услышала неоднократно. Вопросы мне очень нравятся, сюда интересно послушать, что отвечают девочки. Тег называется «Подводные камни в мире вышивки». Автора тега я вам потом оставлю внизу под видео, сейчас так и не вспомню уже. Видела этот тег я неоднократно у многих-многих девочек на этом. Я вообще очень люблю смотреть потому что взять обычные видео, в которых девочки там показывают свою вышивку, запасы, покупки. Нужно постоянно отвлекаться, но что интересно, потому что посмотреть и вышивка как-то не особо продвигается. А есть теги, можно сесть и спокойно повышевать, не отвлекаться, не смотреть на то, что происходит на экране. Если девочки в тегах ставят какую-то статичную картинку, игрушку мягкую, то я, понятное дело, туда не смотрю. А вот если девочки вышивают во время тега, то я иногда отвлекаюсь. Мне просто интересно посмотреть, кто-то вышивает. Мне очень нравится. Ну а вы, конечно, можете не смотреть на то, что я сейчас делаю. Можете просто послушать и повышевать. Надеюсь, вы приятно проведете время и полотворно повышиваете. Итак, первый вопрос. Болели ли вы вышивальной депрессии, в ходе которой они вышивали длительное время? Нет, именно такой депрессии у меня не было, чтобы мне перехотелось вышивать, чтобы я именно забросила вышивку и занималась чем-то другим или вообще ничем не занималась. Ну, депрессии у меня были вышивальные. Она у меня и сейчас есть, если так можно назвать. В чем она выражается? Я вот когда вышивала свою петушку от фирмы Dimensions и уже моя работа подходила к концу. Там оставалось работы максимум на 2-3 дня и плюс бэкстич. Обычно я знаю, что я буду вышивать дальше. Я уже где-то на середине процесса уже выбрала другую картину. Иногда даже планы меняются. Думаю, вот, начну то-то, потом что-то вижу, начинаю другое. И как бы так всегда происходит, что я уже знаю, что я буду вышивать и уже мне не терпится закончить и начать другую картину. В этот же раз я заметила такое, что мне совершенно не хотелось вообще никакую картину вышивать из того, что у меня есть. Я открывала свой ящичек с моими наборами и совершенно ничего из того, что там лежало. Мне приблизительно не хотелось вот сейчас взять и вышивать. Было раньше. Я думаю, это все из-за того, что у меня стало очень много наборов. Ну, как, очень много для меня наборов. И как бы просто теряешься среди этого разнообразия и как бы мозг хочет все. Не то, что я там вообще не хочу вышивать, что я такая, ой, все, сяду, не буду, надоело. А вот мне было такое, что я просто не знала, за что взяться. Мне все хотелось, но тоже не было конкретной картины, которую бы я вот хотела прямо сейчас начать вышивать. Я писала со своим подружкам в депрессии, все, не могу, что вышивать. Они говорят, ну, возьми уже какой-нибудь один, какой-то самый-самый любимый и вышивай его. Или вообще возьми что-то другое, кардинально не то, что тебе в запасах, купи что-нибудь маленькое. Ну, сколько же можно покупать уже? Я из этого и хочу немножко приостановить свои покупочки хотя бы там на 2-3 месяца. За эти 2-3 месяца вышить хотя бы несколько работ. У меня есть маленькие наборчики. Может начать один большой какой-то. И как-то может тогда и захочется что-то купить другое. Или может взяться, ставить какой-то план и четко ему следовать. Честно, не знаю, как с этим бороться. Но, скорее всего, мне кажется, нужно прекратить немножко покупать новые наборчики. И вышить то, что есть. Может тогда как-то это пройдет, может как-то успокоится моя душа от этого изобилия. Раньше я как вышивала, был у меня один наборчик, даже не наборчик или подборчик. Я вышивала эту картину и потом уже когда закончу ее, шла и покупала, ну там за пару дней до окончания, я покупала новую картину, новый наборчик или материалы и вышивала. И у меня не было в запасах вообще ничего. И мне даже не хотелось все это складировать. Ну, знаете, влияние ютуба тоже как бы хочется всего и побольше. Ну, надо как-то трезво отсидевать свои силы и как-то стараться вышивать то, что есть в запасах. Вот так. Второй вопрос. В момент жизненных трудностей вы вышиваете и отвлекаетесь или же не берете иголочку вообще? Нет, я вышиваю всегда и какие-то там трудности не были, это никак не влияет и не касается вышивки. Вышивка для меня это как бы такое отвлечение от всего. Когда я вышиваю, я там ни о чем не думаю. Я думаю именно о процессе, там о цветах, о ниточках, о том, как она будет смотреться, когда картина завершится. Думаю в том же части, что вышивать дальше. Но никак, вышивка не страдает от того, что у меня там происходит в жизни. Я вышиваю всегда. Бывают, конечно, такие дни, что я там прихожу и просто после работы сил нет вышивать. Я не назвал это жизненные трудности, просто усталость после рабочего дня, потому что бывают такие насыщенные дни, когда хочется просто потом прийти, покушать, покупаться и лечь и лежать и не шевелиться. Ну а в основном я, конечно же, вышиваю каждый день после работы, ну и на выходных, когда я дома одна, я стараюсь вышивать. Мне вышивка приносит огромнейшее удовольствие, такое умиротворение, расслабление и, не знаю, как, говорят девочки, не нужно садиться в плохом настроении вышивать, потому что вся эта энергетика передается вышивке. Не знаю, меня вышивка, наоборот, успокаивает, улучшает мое настроение и как-то способствует каким-то там размышлениям и ни в коем случае, не знаю, как-то. Когда я сажусь за вышивку, у меня нет плохих мыслей и поэтому я как-то не считаю, что если у тебя плохое настроение, то не нужно вышивать. Третий вопрос. Было ли такое, что вы загорелись и заказали рукодельный набор в интернете, но потом резко охладили или же не было денег и они забрали свой заказ? В итоге вам больше не высылают наложным платежом, заблокировали вас, вы сами больше не получаете данные, вы сами больше не пользуетесь данным сайтом, так как стыдно. Нет, такого у меня не было. Если же там, ну как бы, у нас обычно очень быстрая доставка. Я как в основном заказываюсь откуда? Я заказываю или же с наших украинских сайтов или с американских. Понятно, если с американских сайтов там же сразу денежку у тебя снимают и, как бы, хочешь не хочешь, ты уже не откажешься от этой посылки. Если я заказываю, например, с Америки, то я, естественно, хорошо обдумаю свою покупку и у меня не будет такого, что я заказала, потом думаю, ой, пока найдет, ой, зачем я заказала, но мне не надо, мне не нравится. Если я заказываю именно с Америки, то там уже желанные наборчики и они нравятся мне всегда и не будет такого, что когда они придут, они мне уже не надо и нравились, вот, то есть разонравились. А с украинских сайтов, ну, у нас тут доставка буквально бывает такое, что на следующий день переезжает посылка, потому что у нас есть такая служба, как Новая Почта, это не государственное, а частное предприятие, и они очень быстро работают. Например, если, конечно, там у нас из самой отдаленной точки страны отправлять в другую самую отдаленную точку, то, понятное дело, там может доставка два дня занять, ну, и максимум там три дня, если это попадает на воскресенье, на выходной день. Вот, а так, например, там, если я заказываю с Киева посылку, я живу в Днепропетровске, то буквально сегодня отправили, на следующий день, там, к вечеру я уже ее получаю, посылку. То есть не хватает времени там подумать, чтобы посылка разонравилась, то есть набор разонравился или еще что-то в этом роде. Вот. Ну, нет, у меня такого не было, я всегда, когда заказываю, мне очень нравятся все мои наборчики, которые я заказываю. Был единственный у меня случай с интернет-заказом, это с покупкой бисера была, я уже рассказывала об этом в одном из своих видео о покупках. Сейчас так вкратце расскажу. Я, получается, заказала весь бисер к одному проекту и заказала его в одном интернет-магазине. Там было 50 грамм, по-моему, весь бисер. Вот. И какой-то такой странный интернет-магазин, то есть я сама им вызваниваю. Обычный интернет-магазин как? Ты сляешь заказ, я перезваниваю, уточняют, как бы, тут я стала свой заказ, кто мне не звонит, не перезванивает, ну, как-то странно, я уже, ну, там проходит несколько дней, я уже сама позвонила. Говорю, так и так, ну, я там заказ и сказал, да, да, мы видим. То есть мы, как соберется ваш заказ, мы вам позвоним. Хорошо. Опять проходит несколько дней, никто мне не звонит. Я опять сама звоню. И понимаю, что, знаете, такие вот, я сама работаю, как бы, в торговлях, и тоже часто связана с интернет-заказами. И иногда разражает, когда клиенты начинают название через, как там, полчаса, и спрашивают, ну, что, 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 моя посылка, где, где там, деньги уже зашли, вы мне уже отправили. Вот. Но тут дело в том, что я ждала, ну, как бы, приличное время, я там не названила каждые полчаса, и не надоедала людям, но как-то они, ну, странно, пока сработают. И потом я опять ждала, ждала, опять никто мне ничего не звонит, не высылает. И, причем, я попросила, ну, как-то, наложенным платежом, чтобы, не наложенным платежом, а именно, чтобы я платила им так, чтобы не платить за наложенный платеж, потому что это тоже, как бы, то есть там, по 30 деревьев на один пакетик бисера. То есть, за посылку 30 деревьев на обратно доставка денег, 30 деревьев на 60 деревьев, уже как-то не хотелось платить. Никто мне реквизиты не скидывала. Ну, такое чувство, что обо мне там вообще просто-напросто забыли. Вот. И я уже разнервничалась, такая, все, ничего мне не надо, не хочу, я от вас ничего, и взяла, заказала посылку в другом интернет-магазине. У этого интернет-магазина мне быстренько посылочку на следующий день выслали, даже, по-моему, в той же день я оплатила, и мне сразу же выслали ее, дали трек-номер, и посылочка сразу же ко мне пришла. И тут проходит несколько дней, и, получается, мне приходит смс, что вам отправлена посылка, ожидайте, и выслали наложенным платежом. Я уже так расстроилась, ну, подумала, ну, зачем мне столько бисера, он весь одинаковый, в каждой посылке весь бисер по 50 грамм, чтобы понимали, там около 15 лет цветов, и каждый бисер по 50 грамм. С каждого бисера получилось по 100 грамм. Я уже сразу расстроилась, думаю, ну, зачем, ну, пусть приходит эта посылка, лежит там на складе, если она там несколько дней лежит, если никто не забирает, то они отправляют ее обратно получателю, то есть отправителю. Думаю, хай, уже отправляют ее, все, ничего не буду. Ну, потом я сидела-сидела, меня начала совесть мучить. Как же так вот, люди там работают, там будут меня потом проклинать всеми самыми плохими словами. пришла к своему молодому человеку. Говорю, так и так, там как бы сумма не такая же большая, около 200, нет, около 300 гривен. Говорю, ну, давай заберем, потому что, ну, я не хочу так поступать. Мне неудобно, мне стыдно. Ну, вклады там такая же большая сумма. Заберем. И, получается, забрали мы эту посылку и ту, и ту. Я им потом просила все-таки у них реквизиты, сказала, что я не буду оплачивать наложенные, дайте мне реквизиты, я вам оплачу, а вы там позвоните на почту и скажите, что вам уже все оплачено. Далее мне потом уже реквизиты в итоге. Я оплатила и пошла, забрала свою посылку. В итоге оказалось у меня просто неверная куча бисеров. Ну, ничего, не приходится. Вот это единственный такой казус внутротмазения у меня произошло. Обычно все проходит нормально. Так, следующий вопрос. Делились вы авторскими схемами, которые покупали, остатками от наборов с подругами или близкими людьми? Ваша позиция по данному вопросу. Авторскими схемами я не делилась и не собираюсь ни с кем делиться. У меня достаточное количество схем. Я их, конечно, покупала, еще ни одна не вышла, но запасов у меня их очень и очень много. Делиться, естественно, я не собираюсь, потому что я уважаю человеческий труд. Человек работает, зарабатывает как может, и я тут буду, понимаешь, их всем раздавать. Зачем? Если человек хочет от туском, пусть пойдет и купит у автора. Они не стоят каких-то там прям космических денег, из-за которых бы следовало где-то их искать и у кого-то просить. Поэтому я делиться ни с кем не делюсь и не собираюсь. Так, делилась ли остатками? Делиться тоже не делилась. У меня прям нету таких подружек, которые вы вышивали. Так, что-то я тут уже навышивала. Сейчас исправим ошибочку и вернемся. Да, уж думала я полегче вышивать и разговаривать, но не тут уж было. Тяжело следить за схемой и одновременно разговаривать. Так, то есть я там прервалась. Нет, остатками я не делилась, потому что нет у меня реальной жизни вышивальных подружек. Все по интернету со всеми общаюсь. В жизни как-то никто с моих близких не занимается вышивкой. Очень жаль, конечно. Иногда хочется так встретиться с кем-то, с единомышленником, которые так же само уникально влюблены в вышивку. Но, увы. Так, продавала я остатки от наборчика. Недавно девочка ко мне обратилась в инстаграме. Попросила продать или обменять на что-то остатки от набора Морешко. Три подружки. Так как сейчас вы знаете цены на эти наборчики просто взлетели до небес. У меня они лежат, просто копятся. Я не знаю, я с ними не собираюсь ничего делать. И вышивальтера раз тоже я не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Я продала их за такую символическую сумму. Плюс доставка. Вообще просто сущие копейки. Как бы я не видела смысла цену какую-то ставить огромную. Моё мнение именно по поводу этого. Можно ли делиться, нельзя ли делиться. Я считаю, это точно решать каждый сам для себя. Как позволяет ему совесть. Понятно, что авторскими схемами вообще нельзя делиться. Потому что, я думаю, у авторов не такой уж прям космический заработок. А ещё мы у них будем воровать. Понятно? Если ты там поделишься схемой фирмы большой, какой-то там известной. Я думаю, фирма от этого сильно не пострадает. У них там достаточно прибыли. И если кто-то не купит один наборчик, а выщет по схеме, с которой ты с кем-то поделишься. Это для них не такая уж катастрофа большая. Но если ты один человек, то, понятно, не стоит такого делать. Что насчёт схем в интернете, которые я нахожу. То я, как бы, не стесняюсь их брать и вышивать. Понятное дело, если не есть в общем доступе, то почему бы и не взять. Знаете, есть там девочки, которые считают, что их делиться нельзя и вышивать нельзя их. Да нет, я так не считаю. И вполне могу взять любую схему в интернете, когда я найду и вышивать. Ну, если у меня там кто-то попросит схему, к примеру, ту, которую я там вышивала с подбором, которую я нашла в интернете, то мне не жалко, я поделюсь. Например, там вот Галеон от Анкора, который я вышивала. Или еще какие-то картины. Этих схем мне не жалко, я мог поделиться. Так, следующий вопрос. Подкрадывалась ли к вам мысль, что вы потратили столько денег на хомяка, нитки, на вошивальное время, и что это все могли бы вложить, потратить на другие вещи, такие как путешествия, одежда, учеба и т.д. Нет, не закрадывалась. Ну, потому что, как бы, я не трачу все последние деньги на рукоделие. Я трачу только те деньги, которые, так сказать, не то чтобы свободные, но то, что я могу позволить потратить себе на рукоделие. И я буду знать, что я потом не буду там умирать с голода, или мне там не за что будут купить себе одеться или куда-то поехать. Нет. Если надо, я себе одежду пойду куплю, как бы, и все, что мне требуется. То есть, я не знаю, кто будет там в своем нормальном уме идти и тратить последние деньги на наборы для вышивки, когда у тебя есть дома еще сто наборов для вышивки. Нет, не жалею я, что покупаю что-то. Единственное, что я рассказывала в первом вопросе, что мне кажется, что сильно много у меня наборов, не потому что мне жалко денег, а потому что, ну, теряется потом уже как-то любовь к одним наборам, и хочется вышла только ножненькая. Она старая, ты тоже уже не засматриваешься. Поэтому, нет, не жалею. Насчет времени. Ну, я занимаюсь только в свободное время. Если там мне надо куда-то пойти погулять, естественно, я не саду, не буду вышивать, я пойду прогуляюсь и никогда там не скажу, ой, знаешь, там, милый дорогой, я не хочу никуда идти гулять, я буду тут вышивать. Понятно, если там плохая погода какая-то, то я лучше дома останусь повышевая, чем пойду где-то по улице ходить. Ну, а если там, не знаю, пойти прогуляться, на велосипеде покататься, то я не сяду, не буду вышивать, не скажу мне. Мне там надо сегодня кучу вышивать, я никуда не пойду. Так же самое там с подружками встретиться тоже. Свободно я пойду и не буду сидеть дома за вышивкой. Я считаю, я и вышивке достаточно времени уделяю, и другим, как бы, сферам своей жизни. Ну, и плюс на вышивке у меня не так уж и много времени, я вышиваю только после работы. И на выходных, и то на выходных не всегда, потому что на выходных нужно сходить куда-то и погулять, и сделать дела какие-то по дому, не только же сидеть вышивать. Так, следующий вопрос. Возникает ли у вас чувство разочарованности, если картина, которую вы долго и с упоением вышивали, не понравилась вашему близкому человеку, друзьям, вы повесите ее? Сложный вопрос для меня. Не было у меня в жизни таких случаев, что моя картина кому-то не понравилась. Ну, естественно, может кому-то не понравилась, но об этом мне, конечно же, никто и не сказал. Потому что, я думаю, те люди, которым я показываю свои работы, они знают, что, ну, если сказать мне, что, фу, какая кака, то меня это обидит. И я показываю свою работу только, ну, вживую только близким людям. И близкий человек, я считаю, не может обидеть своего близкого человека, то есть меня, и сказать там, фу, фу, какая кака. Парень мой вообще всегда говорит, твой какая красота, лучше и придумать невозможно, просто шедевр, великолепно, браво, аплодисменты. Ну, а кому я там, ну, маме показывала свои работы, подружкам своим, там, брату, понятно, никто из них не скажет мне, что, фу, что-то она вышивала, выкинь, не показывай. Повесили бы ее, ну, если бы была такая ситуация, что кому-то она не понравилась. Понятно, если вы там, именно тем непонравленным людям, которые живут именно со мной на одной же площади, то понятно, чтобы не повесила. Ну, зачем я буду, если человеку не нравится, ну, а я скажу, ой, нет, а я повешу, у меня все равно на твое мнение. Ну, я считаю, это неправильно, нужно считаться с мнением людей, которые с тобой живут, потому что это не только вот мое личное пространство, это и их тоже. Поэтому я считаю, что нужно всегда считаться с мнением. А если сильно нравится, то, ну, не знаю, доставай каждый день и не любуйся на свою картину, которая, например, нравится друг другу, но нравится тебе очень. У меня она всего лишь две картины, одна оформленная, висит на стене, это мой котик, а другая маленькая стоит на шкафу, в рамочке. Ну, не знаю, они все нравятся моим обитателям, те, которые живут со мной, с моим близким людям. Поэтому, не знаю, у меня не возникало таких проблем. Так, седьмой вопрос. Было ли такое, что результатом долгой работы над высшимой в итоге вас разочаровал? Например, пристирке полинали нитки, бисер, канва или же просто разочаровал сюжет? Нет, пристирке у меня ничего никогда не линяло, и слава богу. Потому что, я не знаю, у меня, наверное, инфаркт случился. Были сюжеты, которые разочаровывали после того, как их отшили. Это вот моя последняя работа, конечно же. The Mansions. Ну, не нравится мне цветовое. Как в итоге получились цвета? На превью одно. Обычно, знаете, вот смотришь на обложку набора, и в итоге выходит всегда намного лучше, чем на обложке. Но тут какая-то ситуация совершенно другая получилась. Почему-то цвета совсем не такие, как... Понятно, не такие, как на обложке. Но обычно выходит результат лучше, но тут мне результат не нравится. Сама картина, конечно, мне нравится. Сам сюжет. Ну, если не смотреть на превью, то... Да, результат мне нравится. Но именно разочаровали цвета, которые получились, мне кажется. Сильно резкие, грубые переходы. Были у меня такие работы. Я показывала в своих готовых работах. Рассказывала, что через пару лет проявился маркер на работе. Поэтому я маркером теперь особо не пользуюсь. Вот видите, как вот точечки такие ставлю. Но оно потом зашивается и не будет портить мне работу. Даже если проявится через несколько лет, его не будет видно. Вот. Поэтому я за это не переживаю. Но есть такие работы, которые, я считаю, испорчены маркером. Видно, вот эта секта теперь коричневая. Мне, конечно, девочки там... Наспрасывали кучу способов, как можно это все убрать. Но я пока не пробовала. Надо бы поэкспериментировать. Может, я зря и расстраиваюсь. Может, все и уйдет. Но, кажется, я этого не делала. И... Не знаю, буду ли. Так, восьмой вопрос. Исключали ли вас из рукодельных групп? Как говорится, без суда и следствия. То есть, вы заходите на свою соц. страничку, а у вас ведомление о том, что вас заблокировали. Нет, такого у меня не было. Наверное, по той причине, что... Я не сижу в рукодельных группах. Ну, да, я там состою в них. Ну, так, знаете, как вот это... Кто-то рассказывал мертвые души. Я это слышала в каком-то видео. Я туда захожу очень редко. И то, если мне что-то... Я в ленте увидела. Мне понравилось. И я там захотела рассмотреть поближе. То я захожу туда в эту группу. А так, чтобы я там сидела, общалась. Какие-то фотографии добавляла. Нет, такого нету. Единственная группа есть, в которой там иногда... Есть такой пост, там... Покажите свои процессы. Ну, иногда бывает. Интересно, скидываю про свой процесс. Фото своего тех лучшего процесса. И интересно посмотреть, что вышивают девочки. А так, я не сижу в этих группах. Не общаюсь. И поэтому... За что меня исключать, если... Ну, как бы... Я там... Не приношу никакой вред. Там... Никого не оскорбляю. Ни с кем не ссорюсь. И... Никих... Отзывов... Нехороших не оставляю. Под фотографиями и тому подобное. Так... Девятый вопрос. Покидали ли вы сами рукодельные группы? Укажите причину. Да, покидала. Это не связано именно с конкретной группой какой-то. Что мне там... Что-то не понравилось именно в этой группе. Я решила сюда выйти. Нет. Просто... В один момент я поняла, что у меня очень много каких-то групп. Очень засорена лента. И... Мне хочется... Как-то... Немножко... Почистить. Я... Не только с рукодельных групп. Я... В этот момент... Вышла из многих групп. Просто... Если... И осталось себе пару рукодельных групп. В которых я... Ну... Я замечаю, что именно... Вот... Они идут у меня вверху. Как бы списка. Как вы знаете там ВКонтакте... Чем чаще вы заходите в рукодельную группу там какую-то. Или в любую группу. Она находится вверху списка. Вот эти группы я оставила. Потому что я поняла, что... Сюда я захожу. Наверное, что-то меня там привлекает. И я там что-то смотрю. А все, которые там оказались в конце списка. Я все... Со всех повыходила. Все поудаляла. Потому что не вижу смысла. Зачем они нужны. Если... Есть такие группы, которые там уже... Не ведутся. Их забросили. И я решила тоже их... Все почистить. Так... Следующий вопрос. Десятый. Бесит ли вас правила... Обязательства в рукодельных групп. Например, обязательное участие в совместниках. Испытательный срок. Вот, если честно, я... Не помню таких групп, в которых были какие-то обязательства. Может, я просто не обращала на это никогда внимания. Но, не знаю, я как-то не замечала, чтобы какие-то правила были. Понятно, что в каких-то совместных отшивах там, понятно, будут правила какие-то. А в просто группах, ну, не знаю, какие могут быть правила. Ну, что это... Не знаю. Ты... Наоборот... Вот, создатели группы должны как-то... Если они хотят, чтобы их не было многочислено... Наоборот, никаких там... Особых таких правил не создавать. Чтобы набрать в себе количество каких-то подписчиков. А не... Создать какие-то правила, что будут только отпугивать. Нет, я не видела таких групп. Поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Одиннадцатый вопрос. Было ли у вас впечатление, отшивая очередной совместник в группе, что в итоге отшивать какую-то фигню, которую думаете, куда применить? Хотя это время могли посвятить на более интересный сюжет, и которые не отшили одновременно энное количество человек. Нет, такой ситуации у меня не было. Поскольку я никогда и ни разу не участвовала в совместных авантюрках каких-то. Участвовала в совместном процессе. Вот мы с девочками вышивали вместе набор от Моряшки Три Подружки. Но, как бы, это не авантюрка. Я знала, что я вышиваю. Я сама выбрала этот набор. Он мне очень нравился. И там не было каких-то правил. Просто единственное правило было, что выкладываем отчеты в такой-то день и стартуем в определенный день. Там 1 сентября, по-моему, начинали. Все. Никаких там правил ограничений не было. И я не считала, что это время потратила зря. А вот в авантюрках я поэтому и не участвую никогда. Потому что я не знаю, что выйдет в итоге. А потратить время свое, материалы. Тем более где-то покупать это все. Не всегда же есть все под рукой и все в наличии. Я не вижу смысла. Понятно, если изначально будет дана картинка, и как бы потом будет вот как в авторских группах. И потом, когда ты отшила какую-то часть, тебе высылают другую часть этой же схемы. Бесплатно получается. То да, такое я, возможно, и поучаствовала когда-нибудь. Но пока что не было у меня такого опыта. А именно такие авантюрки-авантюрки, которые ты даже не знаешь, что будет в итоге. Тебе просто говорят список материалов. И ты вышиваешь на обум что-то. Нет, такого я не участвовала и не собираюсь. Мне как бы не особо все сюжеты нравятся. У меня вообще очень... Как по мне, мне кажется, какой-то такой вкус странный. Мне тут нравится одно, тут другое. Но совершенно не нравятся такие прям детские сюжеты. Какие-то вот такие малютки. Да, они милые, красивые есть. Но я не знаю, что мне потом с ними делать. Понятно, что я с половиной своих работ не знаю, что делать. Я их вышиваю. Как сказать... В стол. Ну... Вы же какой-то там... Вообще... Загогульный, который тебе и до этого не нравилось. То я считаю, это пустая трата времени. Так, двенадцатый вопрос. Как вы думаете, почему ставят большие оценки лайков и даже комментарии на какие-то просенькие или милашные няшные работы, чем на более трудоемкие шедевры? Опять же, оцените оценка 5 вместо класса. Сложно сказать. Это вообще такой вопрос. У меня иногда... Вот я смотрю по своему инстаграмму. Иногда сфотографируешь что-то и думаешь, какая же красивая фотография. Она тебе так нравится. Понятно, что я там не какой-то мегафотограф. Красивая фотография на моем уровне. То, что я могу сфотографировать. Потому что у меня нет профессионального фотоаппарата. Я все фотографирую на телефон или на планшет. Ну, бывает, знаете, красиво разложишь реквизиты и так всопал, что солнышко хорошо подсветило. Ну, и думаешь, как красивая фотография. Наверное, вот сейчас будет много лайков. В итоге там вообще пару лайков, ни одного комментария. И думаешь, ну блин, ну как же так. Она же так же тебе нравится. Почему она не нравится другим? Ну, да ладно. Не нравится, не нравится. Вот. А бывает, выложишь там, не знаю, фотопроцесса. Ну, понятно, я сейчас стараюсь более-менее все красиво. Ну, как в моем понимании красиво фоткать. Может, в чем-то понимание это вообще ужас какой-то. Тихий. Вот. Ну, там фотопроцессы. Эта фотка собирает там 200 лайков. И ты не понимаешь, почему так? Что случилось? Люди, что с вами? Почему вам, например, фото готовой работы, не набирая столько лайков, как фото такого-то там процесса, где там вообще непонятно, что там происходит еще. Вот. Так же самое и с работками. Например, с маленьким. Смотришь там, сфоткал какую-то маленькую там на деревянных заготовках. У меня там я вышивала маленькие. Собирает кучу лайков. Выкладываешь, например, готовую работу. Вот свой корабль я выкладывала. Ну да, там для моего количества подписчиков в инстаграме там достаточное количество лайков. Но я там думала, ой, сейчас мне там сколько лайков. Будет такая же красивая картина, такая красивая картина. Ну, нет. Вот. А когда выкладываешь, бывает такой маленький вот, и почему-то много лайков. Честно, я не знаю, почему так. Может, потому что маленькую картинку легче сфотографировать. Как-то она, более близко ее показываешь в детальках, и может кому-то нравится детали рассматривать, и людей больше привлекает эта фотография, чем большая картина. Она не влезется в кадр, там, красиво ее сфоткать, красивую композицию сделать. Может, еще из-за этого. Но, честно, я не знаю, как распределяются эти лайки, как людям больше нравится маленькая, чем большая. Так. Тринадцатый вопрос. Как, по-вашему, существует ли конкуренция и вытендрежь в отдельном мире? Конечно же, существует. И я в этом больше, чем на сто процентов уверена. И замечаю это очень часто. Ну, на ютубе, конечно, бывает такое, когда там смотришь некоторых девочек. Честно, бывало, даже подписывалась. Когда она начинает там с таким гонором каким-то рассказывать. Вот я накупила, вот у меня столько всего. И даже и бывало такие вот высказывания. Зачем я буду смотреть на ваши видео, когда вы вышиваете там какой-то дешевский набор? Я вот буду смотреть только там на Миробилии, где куча дорогих материалов. Зачем я буду смотреть на ваши там наборы, не знаю, там очередные мыть или вот как я сейчас вышла от Crystal Art. Мне это совсем не интересно. Честно, мне как-то... Я смотрю всех девочек, на которых я там подписана. И когда там уже закончились у меня видео все из плейлиста, то я просто открываю, главное все подряд смотрю, которые найду. Я смотрю и про маленькие наборчики, и про большие, и про те, которые человек сам материал подобрал, и про те же самые Миробилии. Мне интересно все. Потому что человек старается как-то... Интересно послушать мысли человека, который там... То есть другой человек, он смотрит на мир по-другому. А смотрит только, не знаю, на Миробилии. И да, они красивые, но... Не знаю. И еще так знаете, пренебрежительно рассказывать о том, что фу-фу-фу, вы там нищеброды какие-то, у вас нету денег на Миробилии. Ну как бы это не всегда так, как бы. Я могу себе позволить, к примеру, купить ту же саму Миробилию, вышивать, но... Я люблю и вышивать и такие вот наборчики, которые стоят, набор не знаю, где-то было, сколько он стоит. И тут цены даже были. 120 гривен. Ну я не знаю, сколько это в рублях, это, наверное... Ну примерно на 2 умножить это сколько? 240 рублей. Ну как бы это... Ну может в России этот наборчик подроже стоит, как бы. А не знаю, у нас вот такая цена на него. Я не брезу таким... Такое вышивать и не буду никогда никому тыкать, что вот у тебя там дешевые наборы, и ты вышиваешь какие-то малютки там... Вообще... Или китайские наборы, а я вот вышиваю Драгизную Миробилию, поэтому я такая крутая, а вы все фу-фу-фу. Ну как бы... Я считаю, что это неправильно и... Как-то некрасиво. Если ты так даже думаешь, зачем это озвучивать и... Не знаю... По мне это неприятно. Другим девочкам и... Не знаю, я от таких людей отписываюсь и сразу... Они мне становятся как-то неприятными, когда начинают оскорблять, например, других людей. А если, например, у человека нет возможности купить какой-то дорогий набор там от ТЭИ гувернеры или... Не знаю... Еще что-то... Что ему там делать? Сесть в уголочек, плакать и ничего не вышивать? Ну, как-то я считаю, это неправильно. Четырнадцатый вопрос. Не возникает ли у вас чувство потраченного времени, рассматривая котельный YouTube, сидя в тех же котельных блогах, в сетях, рассматривая чужие работы, но при этом не уделяя достаточно внимания... Ну, как-то я не знаю... Я смотрю YouTube только, когда вышиваю. У меня нет такого, что я села там и... Просто смотрю YouTube и, не знаю, там... Щелкаю семечки. Семечки вообще не щелкаю. Не люблю их внутрь. Такое отступление. Вот... Смотрю только, когда вышиваю. И, получается, я никак не трачу свое время на него, потому что в это время я и вышиваю. А бывает, у меня иногда... Такое я вышиваю-вышиваю. Тут раз взяла телефон в руки, уже начала в Инстаграме лазить, там какие-то комментарии, там кому-то... То отвечаешь на комментарии, то пишешь кому-то комментарии, и уже такой сидишь-сидишь, понимаешь, что ты уже полчаса втыкаешь в телефон, а могла бы повышивать в это время. Молодой человек говорит, так... Что ты опять залипла в телефон? Давай вышивай. Сколько можно? И так бывает за вечер раза три. Так, ты опять в телефоне зависла. Давай вышивай. Или такой... Что-то я не вижу, что ты вышиваешь. Сколько можно? Давай вышивай. Вот... А так и реально могу залипнуть где-то на полчаса в телефон, и потом такая сижу так... Что-то я уже... Ничего не вышиваю. Вот такие вечера, что я за вечер... Не знаю... Крестиков 20 зашила, а все это время я сижу в телефоне ковыряюсь. Поэтому нужно его куда-то прятать, когда я сажусь вышивать, потому что это реально как полезь какая-то. Так... Следующий вопрос. Как считаете, не ворует ли ваше хобби ваше время, которое вы могли бы потратить на себя, свою семью, в частности, уделять больше времени ребенку? Ну, у меня, к сожалению, пока что деток нету. Этот вопрос не ко мне. Ну... Да, бывает иногда, что... Молодец мой говорит, так... Сколько можно вышивать? Там... Там... Надо там... Есть телечка-решат, там фильм какой-то посмотреть, ты все вышиваешь, вышиваешь. То да, иногда такое у меня бывает. Вот... И... Я такая... Ну да, действительно, сколько можно, надо же, и... Ему внимание уделять. Ну... Он меня понимает это все. Он знает, какой... Какой уникальный вышивальщик, и... Лояльно к этому относится. И... У нас из этого не возникает никаких проблем. Я как бы и сама понимаю, что... Как бы сказать, не вышивкой одной надо жить. Поэтому... Иногда отвлекаюсь от вышивки, иногда бывает. Просто... Прихожу с работы, есть настроение подшивать, но я специально там не зашиваю, просто... На куличке полежать там... Так сказать, уделить внимание своим близким. Так... Шестнадцатый вопрос. Возникают ли у вас конфликты в рукодельном мире? Возникали ли у вас конфликты? Ну... Я не помню такого. Вроде бы нет. Надеюсь и не будет. Потому что я вообще не люблю ссоры. Так... Как бы... Я хоть... Я считаю себя злюкой бобру. Ну... Это всего, конечно, из-за того, что... Я работаю в торговле. Работаю в магазине. Вот... И... Честно. Очень много попадается просто неадекватных людей. Раньше я не думала, что столько вот... Реально... Ну реально неадекватных людей. Мне кажется, что многие люди, когда к нам приходят, они просто не дружат со своей головой. Надо такое что-то рассказывать и... Просто не выдерживаешь. И приходишь уже после работы, ненавидишь всех и вся. Я... Просто псих такой какой-то. Ну... Я считаю, это к рукоделю не относится. И... Как бы... Зачем там... Даже если в плохом настроении, там... Кого-то оскорблять и выливать свой негатив на кого-то. Ну... Я считаю, это... Даже если мне вот не нравится работа чья-то там... Посмотрю... Ну... Боже... Что за ужас? Что ты навышивала? Зачем ты потратила на это время? Ну, я об этом никогда человеку не скажу. Как бы... Как бы... Если именно человек выложил свою работу, спрашивает мнение. Я там... Молча себе пройду и забуду про эту работу. Сама там про себя подумаю и все. Понятно, если там есть в группе, я смотрю там... Альбом с прогонами. То я могу, конечно, оставить комментарий. Там, о боже, зачем было столько времени на это тратить? Что же... Что за ужас? И... Не показывайте это детям на ночь, потому что испугаются. Понятно? Ну... Если это не конкретно, человек выложил и спрашивает мнение о своей работе. Если мне не нравится, просто продумимо и все. И зачем? Человека расстраивают. Я не считаю там... Нужным и мое мнение сильно важным, чтобы это высказывать человеку. Вот. Единственное, что... Ну, это как бы не конфликт был, а вот в одной отдельной группе... Я не помню, как она называется. Я вообще не знаю, какие группы называются все, в которых я состою. Ах... Девочки администратора выкладывают, ну, откровенные прогоны и там еще пишут, вот посмотрите, какая классная схема, вот бы, типа, берите, вышивайте, там, офигенный результат. И я вот вижу такой, ну, мне просто, не знаю, вот, странно и обидно становится за людей, которые действительно, вот, за неопытных вышивальщиц, которые вот только, например, решили, там, набрели как-то на эту группу и ищут в себе схему для вышивки. И тут такое. И, ну, понимаете, неопытный человек, который ни разу не вышивал, он не разбирается в схемах, подумает, ого, действительно, как красиво, возьму-ка я вышью. И возьмется и, ну, вот, и отобьет себе потом все желание вышивать, потому что, прикиньте, какой-то переднабор, ну, тоже переднабор, а какой-то прогон там в 200 цветов. Человек, во-первых, потратит время, потратит средства, и потом вот такой вот, где-то забросит это куда подальше, и, вообще-то, бьет себе любое желание вышивать. Я этого не понимаю. И я и написала вот этим, ну, зачем вы распространяете откровенные прогоны? Зачем такое делать? И, ну, есть же, если вы уже занялись таким распространением схем каких-то, ну, есть же много качественных схем, хороших, проработанных, куча переднаборов, которые в интернете можно найти, можно найти сканы хороших схем, но если вы уже так делаете, то, ну, как-то думайте головой, что у вас схемы могут посмотреть не только опытные вышивальщицы, которые уже разбираются и такие, да, нет, прогоны я-то вышивать не буду, что за бред, зачем мне надо, и мимо пройдут. А найдутся люди, которые реально возьмут эту схему и будут вышивать, будут мучиться. И об этом написала, ну, конечно, девочки такие, ну, в лояльном тоне написали спасибо за ваше мнение, как бы мы считаем, что, типа, на каждую схему, там, на каждый товар есть свой покупец. И я им на что написала, типа, ну, понятное дело, что есть, но есть же дети, ну, не то, что дети, есть неопытные вышивальщицы, которые не разбираются, которые возьмут и буквально отобьют себе все желание вышивать. Зачем такое делать? Я уже не помню, что они там ответили мне. Вот это, как бы, понятно, что я не раздувала там конфликт, не писала, ай-яй-яй, какие вы плохие, фу-фу-фу. Там я просто написала свое мнение, что не стоит такое делать и это как-то неправильно. Так, 17 вопрос. Было ли хоть раз ваше хобби причиной раздора вашими родными и близкими? Нет, не было. Ну, как бы, все мои близкие лояльно и с пониманием относятся к моему хобби и никто никогда там не говорит мне, зачем ты этого шла, что за бред. Понятно, были в моей жизни люди, не буду сейчас говорить, кто это и что и зачем, которые говорили мне, что это, зачем ты занимаешься этой ерундой, даром тратишь деньги. Но, слава богу, те люди, как бы, ушли из моей жизни. Сейчас меня окружают только те люди, которые меня поддерживают, понимают меня и даже я сама-то иногда говорю, ой, наверное, не буду еще покупать. И там, ну, она говорит, ой, что мы тебе давно наборчики не покупали, на тебе что-то новенькое купить. Ну, что мне крайне приятно. Я очень рада, что сейчас в моей жизни люди, которые всячески меня поддерживают и любят мое хобби так же, ну, не так же, как и я, но, крайне мере, не ненавидят его. И восемнадцатый вопрос. И напоследок, если вам все вернуть назад, вы бы посвятили себя рукоделию. Да, однозначно и ни разу не задумываясь об этом, потому что вышивку я очень люблю. вышивку, я считаю, это просто час меня неотъемлемая. Не то, что там просто это какое-то хобби, это, я считаю, это час человека. И я надеюсь, никогда не случится в моей жизни такое, что у меня не будет возможности вышивку. Я очень люблю вышивку, не знаю, мне кажется, это лучшее занятие, которое можно было придумать. поэтому я ни разу не жалею, что я вышиваю. И если так бы случилось, что я не смогла вышивать, для меня это было бы очень и очень болезненно. Что ж, это были все вопросы. Надеюсь, вы хорошо повышивали под мои ответы. И надеюсь, вам все понравилось. Я угодно же не ожидала, вышила аж целых полтора рядочка. Я думала, что я вообще не смогла вышивать. Трудно, конечно, сосредоточиться на вышивке. Я много, конечно, ошибок наделала, много раз распускала. Надеюсь, буду потом еще записывать вам какие-то теги. Так и хорошо и время с пользой проводишь, вышиваешь и снимаешь ее. На сегодня это все. Желаю вам побольше свободного времени, вдохновения на вышивку. Всего вам самого-самого хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду всем рада. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok